Здравствуйте! Мы живем в мире, где все подвергают сомнению. Любой журнал или газету откроешь, везде рейтинги. Понятно, что в большинстве случаев все эти рейтинги-антирейтинги имеют под собой рекламно-коммерческую почву, и объективности в них кот наплакал. Ну а поскольку у нас год экологии на дворе, то речь пойдет об экологических рейтингах. Здесь тоже никакого недостатка не испытывается. Практически еженедельно где-нибудь всплывает информация, что по рейтингу такой-то организации или агентства предприятие фирмы, к примеру, Y решительно опередило предприятие фирмы, к примеру, X и добилось немыслимых экологических результатов. И в подавляющем количестве случаев, понятное дело, такая информация – это банальная заказуха. Но не все так плохо. Существуют и профессиональные, некоммерческие, подчеркиваю, организации, которые стремятся к объективной оценке нашей с вами действительности. Интересный опыт есть у общероссийской организации «Зеленый патруль», которая на протяжении вот уже 10 лет, не реже 4 раз в год отслеживает экообстановку по регионам России. По данным этой организации, по итогам прошлого года Сверловская и Челябинская области являются аутсайдерами эко-рейтинга патруля. При этом Средний Урал является, так сказать, лучшим регионом среди самых худших. Сомнительное лидерство. Чего там? Эта информация удивительным образом совпала с мнением секретаря совбеза РФ Николая Патрушева, который на выездном совещании в Кургане, прошедшем в начале марта, вдрызг раскритиковал экологическую обстановку, сложившуюся на всем Урале, сообщает агентство «Уралполитру». Список экологически неблагополучных территорий по версии патруля, к сожалению, обширен. Это не только старопромышленные регионы типа Урала. Это и Оренбург, и Тверь, и Иркутск, всех не перечислить. А самыми грязными городами стали Норильск и Красноярск. В число благополучных вошли аграрные регионы, где промышленное производство не особо развито. Это, например, Алтайский край и Тамбовская область. Но и уровень жизни там заметно уступает промышленным регионам. Такая вот альтернатива. Или экология, или прибыль. Берегите природу и от винта.